Наболевшая тема. Вот наглядный пример, что происходит с батарейками, которые выброшены в окружающую среду. Щелочная батарейка разложилась полностью почти, кислота вытекла, тяжелые металлы высыпались в окружающую среду. Изначально такая батарейка становится в окружающей среде выброшенной необразованными людьми, превращаясь в такую маленькую кислоту. Из-за чего лучше не покупать одноразовые батарейки и перейти на аккумуляторы фирмы EniLoop или Fujitsu. Есть еще Sony. Вот что стало с батарейкой, которая была выброшена. Это все найдено на улице. Солевая батарейка. Такие повреждения. Вот целая она, маленькая. Целые вот такие повреждения. Ну и еще одна проблема прибавилась. Это вейпы. Вы видите, это электронное устройство. Значок есть баб, перечеркнутый. Выбрасывать нельзя. Только сдавать как электронику. Потому что содержится нагревательный элемент, плата, микросхемы там. Что там? Ну, в некоторых есть, в некоторых нет. Вот подсветка там стоит, транзистор, в общем, аккумулятор, нагревательный элемент. Вот что происходит. Вот это все тоже найдено на улице. Вот такие вот повреждения. Это идентично. Вот я достал. Она вся была разрушена. Пленка, медь, литий. Вот такая бобина. Внутри замотанная. Контакты с краев торчат плюс-минус. Лития уже, соответственно, здесь нет. Он испарился. Вот такие повреждения. Эти элементы питания наносят окружающей среде ущерб, разрушаясь сами. Батарейки выбрасывать, соответственно, в окружающую среду нельзя. Только в пункт приема. Не как иначе. Ну, что еще сказать. В общем, все, что я нахожу на улице, подбираю и в пункт приема на переработку. Не могу пройти мимо, если вы что-то увидели. Вот недавно это был вейп. Корпус отсутствовал. Но здесь висел элемент питательный вещь. Небольшая платка. Там датчик этот, который с лампочкой включает, включает вейп. Ну, все, все пойдет в переработку. Вот так вот. В общем, люди не выбрасывайте элементы питания. Видите, какой они ущерб наносят природе. Продолжение следует...